Добрый день, коллеги! Сегодня в пресс-центре Дома правительства руководитель ФАС Игорь Артемьев. Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, какие меры принимает правительство и ФАС по контролю за ситуацией на рынках продуктов питания, медицинских изделий и нефтепродуктов? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые журналисты. В соответствии с поручениями президента, правительства Российской Федерации, уже более месяца назад, в связи с проблемами, которые начали возникать на Дальнем Востоке, с известной китайской проблемой, а потом по всей стране, мы в каждом из наших территориальных органов, их 84, создали оперативные штабы. Такой же штаб работает в этой иерархии в Центральном аппарате, здесь в Москве. И мы стали собирать в ежесуточном режиме, мониторить и принимать меры в отношении, прежде всего, таких важных социальных товаров, товаров первой необходимости, как лекарства, продукты, питания и так далее. Соответственно, весь режим работы, включая выходные дни сегодня Федеральной антивонапольной службы, переведен на круглосуточный режим. На нашем сайте FAS.gov.ru вы найдете горячую линию, куда поступают прямые обращения граждан. Такие же сайты существуют сегодня во всех наших региональных подразделениях, то есть в каждом нашем регионе, в каждой столице нашего субъекта Российской Федерации. И вот, чем мы занимаемся. Прежде всего, мы не только полагаемся на бумажную, разумеется, работу и не только пишем разные запросы и получаем ответы, например, по продуктам питания от торговых сетей, от производителей, мы уходим ногами. То есть вот в эту субботу и сегодня, в пятницу, мои товарищи по Федеральной антивонапольной службе уходят по торговым сетям, магазинам. В общем-то, цели это две. Первая цель – убедиться в том, что товар имеется в наличии и, конечно, по какой он цене. Кроме этого, мы работаем на всю глубину. Мы идем по цепочке производителей, мы приходим к ним, смотрим, что на складах у производителя. Не придерживают ли соответствующие предприятия товар для того, чтобы, соответственно, снизить предложение на рынке и затем спекулятивно повысить цены. И, соответственно, сразу принимаем меры. Вот вместе с нами в этих штабах работают работники прокуратуры, правоохранительных органов, санитарных органов. И мы все вместе приходим и все вместе выясняем эту ситуацию. Собственно, что мы видим в целом по рынку за последние недели и последние дни, еще раз подчеркиваю, что у нас есть ежедневная информация, в том числе сегодня утром. У меня есть в разрезе каждого региона информация по ценам на 15 примерно системообразующих продуктов питания и на лекарства из списка так называемых жизненно важных препаратов. Мы видели, конечно, все вместе, что у нас был повышенный спрос со стороны граждан на продукты питания, и он был достаточно существенным. Одновременно с этим меры, которые приняты правительством Российской Федерации и регионами, в частности правительством города Москвы, увеличили срок подвоза товаров в 7 раз. Вы знаете, что фуры ездили по ночам, они ездят сейчас круглые сутки, сняты барьеры различные, заградительные. Сегодня склады пополняются значительно более оперативно. То есть, если мы видели соответствующее повышение спроса на десятки процентов, которые были и на 50, на 60, на 70 процентов по отдельным регионам, то скорость подвозки товаров увеличилась в 7 раз за это время. О чем это говорит? О том, что, во-первых, наше сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность в области продуктов питания за последние годы, прежде всего, благодаря принятым заблаговременным программам импортозамещения, оно, конечно, окрепло сельское хозяйство, у нас достаточно своих российских товаров. Конечно, мы понимаем, что по импорту могут возникать затруднения из-за закрытости границ сегодня, ну, с Китаем на Дальнем Востоке, с Европой, что тоже очевидно и понятно, но эти товары сегодня по своей системе взаимозаменяемости и по наличию на реальных складах и реально в торговых сетях, что мы видим ежедневно, во-первых, достаточно. Значит, по отдельным товарам я могу тоже достаточно подробно остановиться. Поэтому ни в ближайшую неделю, ни в ближайший месяц или сколько там нам предстоит бороться с этой коронавирусной инфекцией мы не ожидаем никаких особых проблем, связанных с дефицитом продовольственных товаров. Теперь следующее. То, что касается лекарств. Лекарства делятся на две большие группы. Есть жизненно важные препараты, которые жестко регулируются государством, где мы, как Федеральная антимонопольная служба вместе с Минздравом фиксируем так называемую предельную цену, выше которой ни производитель, ни продавец, никто не может повышать эту цену ни в аптечной сети, ни при государственных закупках. И вот эта мера, которая была уже как 10 лет назад принята на вооружение в Российской Федерации, она сейчас очень сильно нам помогает. К этим препаратам, жизненно важным, относятся, во-первых, препараты противовирусные. Они все есть в наличии в аптечных сетях. Мы это проверяем. Они есть в запасе, в достаточном. Более того, если какие-то проблемы могут возникать, то, опять же, только по линии импорта. Но поэтому совет, конечно, нашим российским гражданам, прежде всего, спрашивать российские аналоги. Потому что многие привыкли покупать импортные препараты. Здесь, в связи с курсом доллара, может отмечаться определенный рост цен не в секторе жизненно важных препаратов. Там, подчеркиваю, неважно иностранный или российский препарат. Цена практически предельно фиксирована, и поэтому она останется на том же самом уровне. Наша задача в этих условиях, чтобы препараты были. Подчеркиваю, не сейчас, не в ближайшей перспективе. Все, что касается общеукрепляющих противовирусных препаратов, антибиотиков, то, что имеет прямое отношение к инфекциям, с которыми мы все сегодня боремся, и сопутствующим в связи с этим заболеванием, которые возникают на базе вирусной инфекции. Почему я упомянул антибиотики? Антибиотики вообще и действуют на вирусы, как известно. Но, тем не менее, когда организм ослаблен, и бактериальные инфекции нападают на этот организм, поэтому нужны будут антибиотики, и тоже они все находятся в списке жизненно важных препаратов, где установлена предельная цена, ниже которой можно спускаться, выше которой нет. Соответственно, все, что касается наличия, я уже сказал, конечно, в стране есть разные организации, в том числе и в организациях торговли, и ведут себя по-разному, но в целом и наши торговые сети, и наши аптечные сети, я хочу это подчеркнуть, ведут себя очень прилично в этой ситуации. Там, где по конъюнктуре чисто вот такой вот, да, спекулятивной, они могли бы, скажем так, наживаться на всем на этом, в подавляющей большинстве случаев они этого не делают. Поэтому очень много различных проверочных мероприятий заканчиваются санкциями, разумеется, потому что иначе наш механизм просто по-другому и работать не должен. Те, кто сегодня этим занимается, они должны нести ответственность. Вместе с нами, подчеркиваю, этим занимаются и прокуратура, и Следственный комитет, и Министерство внутренних дел при необходимости. Ну, в частности, вот по крупам, например, мы провели внеплановые проверки недавно таких компаний, как Доширак, РУС, АгроАльянс, Бандюэль, Кубань. Проведены проверки поставщиков крупы и макаронных изделий в ряде областей. В частности, так называемая первая крупяная компания, компания МАКФА, АгроАльянс. По сахару, где тоже складывалась достаточно напряженная ситуация, сейчас ее нет, проведены такие проверки таких компаний, как Бакалея Южный Порт, Шугар, Продимпикс, Скайфуд, компания РУСАГРА, РУСАГРАЦЕНТР, РУСАГРАСАХАР, то есть всю эту сеть производителей, также сахара в различных областях СЭЛТИНГ, АГРОПАК, ЧЕХОВ, САХАР. Значит, что всегда беспокоит людей, особенно людей больных диабетом, это наличие гречневой крупы. Действительно, у нас произведено много этой крупы, и мы в ряде случаев выявили факты некоторого придерживания товаров. Сегодня вы можете убедиться в том, что на полках гречневая крупа есть. Но мы провели один из внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы, и выявили там картельные соглашения, то есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно. Но факт картельного соглашения, если нами он будет доказан вместе с правоохранительными органами, он вылечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет. Включительно. Соответственно, эта работа также проведена. То, что касается лекарств и продуктов питания, пожалуй, я бы на этом остановился, сказал бы только о том, что ситуация такая в ближайшем прогнозе на недели ближайшие не является тревожной, является проверенной не только теоретическими методами, экономическими, макроэкономическими историями, повторяю, в реальном инструментальном опыте. То есть хождением ногами моих товарищей и наших коллег по правительству, каждый день в магазины, склады, аптеки, и мы это все видим своими глазами, осуществляем видеофиксацию, у нас есть возможность и сегодня об этом ответственно сказать. Что касается цен на нефтепродукты и бензин. Цены на нефтепродукты и бензин регулируются в России особенно образом, по той простой причине, что существует так называемый демпфер. Я сейчас не буду подробно останавливаться на всех механизмах, объясню очень просто. Когда цены на мировых рынках растут, наш рынок очень зависим от них, цены повышаться не могут и не будут повышаться. Когда цены снижаются, казалось бы, цены должны снилиться, и это должен ощутить каждый потребитель. Наша система налогообложения устроена так, что забирает всю эту разницу в бюджет, вот снизившихся цен, компании начинают, нефтяные в данном случае, доплачивать в бюджет, и бюджет распределяет это самым социально необеспеченным гражданам. То есть если бы было простое снижение, его бы ощутили все граждане, но этого снижения не будет. Эти деньги забирают в бюджет, чтобы отдать их самым обездоленным людям нашей страны. Поэтому у нас, если хотите, это очень похоже на механизм страхования ответственности, когда вы страхуете определенный риск, и у нас нет больше риска в нашей стране на долгие годы, что цены, если в мире они будут подниматься и расти в ближайшем будущем, а мы за последние 10 лет наблюдали много колебаний, что цены внутреннего рынка будут сколько-нибудь существенно расти, выше инфляции. Этого не будет уже на протяжении долгих и многих лет, пока работает этот механизм. Но начиная с двух последних лет, когда цены падают, деньги забирают в бюджет, и отдают их самым обездоленным. За счет целевых социальных программ. То есть не размазывается на всех, в том числе на богатых, а достается только самым бедным. В этом смысл того, что происходит. Статистика же говорит в этих условиях о следующем. При инфляции в 1% с 1 января этого года цены на бензин и все нефтепродукты в среднем выросли на 0,2%. То есть рост ниже инфляции, безусловно, будет обеспечен российским правительством в этом году. Коллеги, пожалуйста, есть ли вопросы? Алексей Прокин, НТВ. Скажите, пожалуйста, а вот доля импорта как по продукции сельского хозяйства, так и по лекарствам она сейчас какая? Ну, по импортным лекарствам, входящим в список ЖНВЛП, в самом важном, она может быть достаточно большой, порядка 40%. Тем не менее, здесь тоже вместе с Минздравом и ФАС и Минпромторгом отслеживаются все поставки. Я напомню, что все контракты действуют. Контракты фиксировали цены в привязке к тому курсу доллара, который был. Поэтому в большинстве своих контрактов и контракты не являются гибкими. И в этом случае соответствующие поставки все идут. Кроме того, вне зависимости от курса долларов, я уже говорил, предельная цена в России на эти лекарства импортные зафиксирована. И что бы ни хотел производитель, в данном случае он обязан в силу контракта, иначе будут возникать штатные санкции и осуществлять поставки. Соответственно, эти поставки не могут быть выше этой предельной цены, которая утверждена. Поэтому здесь эти меры просто заблаговременно правительством были приняты. Что касается сектора нежизненно важных препаратов, то там действительно по импорту возникают и пересмотры цен. Мы это видим, и мы это контролируем. И если соответствующие поставщики, оптовые, производители, либо торговые, оптичные сети занимают доминирующее положение на рынке, то есть имеют большую долю рынка, мы привлекаем их к ответственности за монопольно высокие цены. Это штрафы на миллиарды рублей, которые компании просто разоряют. Поэтому сегодня мы используем и первый, и второй механизм. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Мария Балюк, РИА Новости. Вы много сказали про лекарства, но вопрос с масками остается также очень острым. Их сложно найти в магазинах. Когда они появятся, и в каких регионах наблюдается дефицит? Спасибо. Проблемы с масками существуют в нашей стране, и они только в нашей стране. И в странах Европы, вы знаете, и в Америке даже такая проблема возникает сейчас. Все предприятия, которые производят маски, переведены на трехсменный режим работы. Они работают всю ночь тоже. И, соответственно, объемы очень сильно растут. Кроме того, правительство сейчас сняло соответствующие пошлины на поставки импортных масок. Есть государства, у которых их переизбыток, и, соответственно, эти поставки сейчас тоже осуществляются в страну. Но когда возник повышенный спрос, необходимо было время для того, чтобы активизировать свою собственную промышленность, снять соответствующие пошлины, и вся работа произведена. И сейчас рост производства действительно очень существенный в нашей стране. Вместе с тем, по отдельным регионам существует дефицит соответствующих масок. Минпромторг регулирует соответствующие поставки, прежде всего, в эти регионы. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта проблема должна быть снята. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Дмитрий Мушков, Интерфакт. Скажите, а будет ли как-то регулироваться цена на тесты на коронавирус? Вот сейчас это одна компания, насколько я понимаю, которая это делает, ну, помимо государственной. Ну, поскольку любой поставщик на рынке в данном случае вот этих медицинских изделий в данном случае является практически монопольным, Федеральная антимонопольная служба следит за этим, и мы будем за этим следить, поскольку диагностика это часть борьбы и очень важная часть борьбы с заболеванием, и поэтому, конечно, этому рынку тоже уделяется соответствующее повышенное внимание. Вся цепочка связана с наличием необходимых поставок оборудования, вот, например, говорили о необходимости аппаратов искусственной вентиляции легких, вот этих тестирующих полосок или различных других тест-систем, и все остальное, все, что нужно для непрерывного цикла заболеваний находится под отцовым контролем и Минздрава, и нашим. Пожалуйста. Анастасия Бойко, ТАСС. Вот, по данным на 26 марта фаза фиксировала в 16 регионах снижение роста цен на маски. Это значит ли это, что ни в одном регионе сейчас нет роста цен на маски? Нет, это, к сожалению, пока ничего не значит, у нас страна большая, и есть регионы с очень трудной логистикой, которые сами не производят эти маски, поэтому туда нужно еще доставить, да? Поэтому мы отмечаем, что вот эта борьба, которая сейчас осуществляется за то, чтобы больше масок производил, во многих случаях, прежде всего, в регионах, где логистика получше, куда уже можно доставить большие партии масок, и дают свои результаты. Цены падают. Цены на маски после спекулятивных вот таких максимумов в среднем по стране падают очень существенно сейчас. Но все равно в некоторых регионах их пока не хватает. Туда нужно их привезти, их надо произвести и еще доставить. Спасибо, Игорь Юрьевич. Спасибо, коллеги. Спасибо огромное. Будьте все здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.